Сталион. Это я. Начинающий квотербэк с принтфилдских фениксов. Когда-то я был воплощением американской мечты. А теперь я раб Рейха. Это был финал долгого тяжелого сезона. Я и мои товарищи из команды Унтерменшей вышли на матч Уберкубка против элитной команды арийских звезд. Сценарий был четко прописан. Не забивать голов, поддаваться. Выставить Рейх в лучшем свете. Или так, или отправляйся вкалывать в угольной шахте Хилсборо, пока не сдохнешь. Поэтому мы играли. Только это была уже не игра, а театр марионеток. А мне надоело быть марионеткой. И тогда я пнул мяч изо всех сил. Арестовать его! Заслать его на угольную шахту! Это оберкомендант Родерек Меце. Я много о нем слышал. Еще когда он был зубным врачом. От тех историй волосы дыбом вставали. Стоп! Он еще пригодится Рейху. Ну, не весь, а по частям. Ха-ха-ха! Хватит! Доставьте его на научную базу Омега. Доигрался, футболюга! Теряя сознание, я услышал, как нарастает недовольство толпы. Но я думал только о лице Меце. Почему оно такое знакомое? Эй, ты! Ты там помер? Сейчас встану, подожди. Приветствую вас! Да подожди ты! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин. Мы продолжаем разносить нацистов на молекулы. Эй, ты там помер? Да, помер. Проходим Вольфенштейн 2. Хроники Свободы. И играем мы за Джо Ганслингера. Или по-русски стрелка Джо. Великолепного американского футболиста. Ты там помер? Крепки, здоровы, они там стероиды, херащат, такие мощные ребята. Эй, мужик! Кстати, стероиды нацисты придумали, кто не знал. Да, в 30-е годы. Говорят, что... Ну, не то, что говорят, это факт. Гитлеру в свое время одно яйцо отстрелили. Ты там помер? Да, помер. Во время Первой мировой ему яйцо отстрелили. И вроде как он поставил ученым задачу, чтобы у него как бы все нормально было. Тестостерон, чтобы у него был хороший, надо добывать, короче. Найти способ. Эй, ты там помер? Да, помер. И они добывали. Вот. Эй, мужик! Да. Помер. Все, он да ебас, блядь. Я не понимаю. Помер. Эй, ты. Ты там помер? Помер. Черный всегда умирает первым. Еще не знает, что ли, историю фильма Ужаса. Так всегда бывает. Так. Но все отлично. Не парься. Видишь, я живой. Я живой на самом деле. Все отлично. Я еще жив, братан. Я еще жив. Я еще жив. Чувак. Чувак, поди сюда. Эй, ты стрелок Джо? Да. Мужик, клево ты бросал мяч. Меня, кстати, Эриком звать. Я слышал о последней игре. Оберкомендант Метци здорово на тебя разозлился. Слушай, он порежет тебя на куски и... Да заткнись там. Приди и заткни меня! Слушай, мужик, в Америке начинается революция. Вступай в сопротивление, Джо. Помоги мне свалить отсюда, и мы с тобой пойдем на верхний этаж отеля Оук-стрит. Там повстанцы. Мы тебя спрячем. Что скажешь, друг? Ну, все. Запомни, друг, отель Оук-стрит. Оук-стрит! Вот тебе урок, футболюга. Мышцам не устоять перед силой великой. Я решил выполнить последнюю просьбу Эрика. Я должен был выбраться и найти повстанцев в отеле Оук-стрит. Я понял, что нужно играть на пористе. Вот тебе... Очень жестко. Вот тебе урок, нацистская садюга. Нагиб случается, запомни это. Нагиб-то случается. Что, тебя твоя арийская кровь не спасла, да? Немножко нагнулось все. Ну, а что ты хотел? Мало иметь хорошие гены. Надо еще, сука, тренироваться. Вот Джо тренируется. А ты нет. Поэтому ты упырь, сука. Так, да. А Джо красавчик, реально красавчик. Магет, нагибает, сука. Блин, ну вот изверги, сука. Ну, что это такое? Ужасы прятались здесь за каждым углом. Я хотел сбежать поскорее, чтобы не повторить судьбу остальных. Бедологи. Запись в дневнике заключенного. День первый. Не знаю, зачем меня сюда притащили. Мне сказали, что для опытов и что я подаю большие надежды. Нас троих забравим прямо с тренировки. Может, нас хотят отправить на летние игры. Было бы здорово. Наивный чукотский юноша. Второй день пропустился. День третий. Я боролю к тому, что меня удерживают нацисты. Но это уже дурдом. Они приходят, берут кровь на анализы и уходят. Я спрашиваю, когда нас отправят на тренировки. Но они молчат. Иногда до меня доносятся крики. Не знаю, что это. День шестой. Все по-прежнему. Молчание и крики. Они наконец-то сказали мне, что завтра состоится финальный отбор. Интересно, выпустят ли меня на поле? Да, выпустили тебя на поле. Вот видишь, где ты? Ну, это ж, сука, нацисты. С ними вообще как бы нельзя. Нельзя расслаблять булки. Ну, надо же никого. Я думал, кто-то меня ждать будет. Точнее, не ждать, но как бы. Вряд ли меня бы ждали. Говорит оберкомендант Мэтце. Блок 101. Доставьте мне заключенного. Номер 398. Джозеф Сталин. Приведите его в лабораторию 8С. в идеальном состоянии. Даже не знаю, что я там открывал. Еще пойдем узнаем. А, я открыл две двери. Все, отлично. Джозеф Сталин. Ну, то есть, как бы, то есть, мы. Джозеф Стальной. Ох ты, пидор, сука. Вот что мне нравится в Джозефе. Он еще и стрелять умеет. Красавчик. Красавчик. О, ты на говно уничтожает, сука, негодяев. Да. Файнштертум. Нагибертум. Обязательно. Ну. Сейчас посмотрите, на что вундермэнши готовы-то, на самом деле. Последний шанс, унтерменш. Не, не, не. У тебя нет выхода. Да, ладно. Эта комната надежно закрыта, и мы контролируем все замки. Да. Тебе не уйти. Да. Бросай оружие. Нет. Ха-ха. Не согласен, сука, я с вами. Я лучше сдохнул. Но я не сдохнул. Это там доска. Всяком случае. Чего они вообще хотят здесь давиться? Ты сюда никогда не попасть. Слышишь? Никогда. Да, как бы этого человека освободить? Можно его освободить как-то? Походу, нет. Так. Вот. Отпереть замки. А-а-а. Понятно. Какие нахер тут замки? Хэтшот, бэйби. Югят. Что не ожидал такого сюрприза. Да. Так что... Не, вообще уже... Явно, Рейх уже не тот. Гитлер с ума сошел. Чокнутый стал. Старый старичок доходяга. Эти тоже все на говно и зашли. Ну, подождите, сука. Это еще советский салат с вами не воевали. Вам бы вообще хана пришла. Ну да. Наши-то пацаны еще опаснее. Так. Так. До того, как нацисты захватили Америку, папа учил меня стрелять. На ферме. Он сказал, что однажды мне это пригодится. Во, батя, красава. Батя, красава. Некоторые своих детей учат, как правильно сигаретой затягиваться. И говорят, сынок, ты совсем не умеешь пить. Это ненужный вообще навык. А вот стрелять, на всякий случай, это очень даже неплохо. Молодец, батя. Красавчик. Отбой 18.00. Никаких исключений. Нарушители будут наказаны. Я тоже своего сына научу играть. Трапитерные игры. Ха-ха-ха-ха! Хэдшот, бэйби! Ты от оунда! Тоже, как бы, навыки стрельбы. Ну, правда, в жизни они, ну, кроме как за компьютером, не нужны. Но тоже полезно. Хо-хо-хо-хо-хо. Так. Так. Вот. Да? Смотри-ка. Ой. Вот почему его стрелком позвали. Шутка, не поэтому, конечно. Ага. Бля, не попал, да? Есть, попал! Так, одного офицера уже нет. Одного офицера нет? Ой, мам, меня сейчас тоже не будет, сука. Я так не согласен. Не, они опасные, конечно. Но. Я опасен. Ох ты, сука! Пошел вон отсюда. Вставай! Бля, не попал первый раз с футшотом. Так, все нормально. Все нормально. Главное, без паники. И не наступать. Наоборот, отступать. Тут тактика отступления будет лучше, мне кажется. Хотя, офицеришка, он же гаденыш. Гаденыш. Да. Вот, вот, вот. Как бы это самое оно. Готово. Да пошел вон. Раздал я пацанам футшотов. Но надо рвать дистанцию. Надо рвать дистанцию до офицера. Потому что, по-моему, пока мы с офицером не разделаемся, они так и будут время от времени прибавляться, да? Надо офицера нагнуть. Где этот гаденыш? Где-то он рядом. Он где-то тут маневрирует. Вон он! Нет, это не он. Вот тут где-то офицер, да? А, это он и был. Просто, когда я кепку ему сбил, я не понял, что это офицер. Получается так, да. Так. Неплохо бы разжиться броней. Броня, Вольфенштайн, это наше все. Вы уже поняли, да? И во втором Вольфенштайне без брони вообще делать нечего. Зягче самонагнуться самому. Просто взять и самонагнуться. А я этого не люблю. Хотя у меня это регулярно получается, но... Открывается не отсюда. Ну что ж, я не против. Не отсюда, так не отсюда. О, ноутбук какой-то. Че? Улучшенная граната? Хорошо, я согласен. Блин, вот гранат, что минус как бы, что их мало, их много не возьмешь. Это реально раздражает как бы. Ну не раздражает, а огорчает прям вот так скажем. Это огорчает. А сами по себе гранаты, оружие, ну весьма такое, угодное. Можно было штук 10 носить, не знаю, может больше. Ну десяток хотя бы, было бы здорово. А так как-то вот, три штуки, никуда не сюда. Может можно модифицировать и количество их улучшить, не знаю. Так. Ну броня хотя бы более-менее есть. Теперь надо что нам сделать, друзья? Нам надо в обязательном порядке найти пульт, который открывает дверь. Потому что открыв дверь, мы сможем продвинуться дальше. Не открыв дверь, мы не сможем продвинуться дальше. Это меня кэп научил. Это меня сколько кэп научил, кто еще мог. Так. Открывается не отсюда, да? Открывается не отсюда. А откуда же оно может открываться? Где же может быть комната управления? Судя по всему, он идет недалеко, вот тут должно быть. Ну я полагаю, что на этом этаже. Конечно я могу ошибаться. Все имеют право на ошибку, особенно Рокутагин. Рокутагин и ошибка, это, ну почти синоним. Ну тем не менее, несмотря на то, что я вот это все на себя наговариваю, пока что идет очень хорошо. Даже я сказал бы великолепно. Может где-то здесь что-то, вот смотрите, здесь внизу есть комнатка, да? Открывается не отсюда. Ну, вроде как и не видно ничего. Взорвать вот это? Ой, бля. Нет. Наверное где-то здесь. Я сейчас еще и... А что за музыка такая активная? Кто на меня нападает? Никого же вроде нет. Напрягает меня эта музыка. О, ты смотри-ка, есть один бобер. А ну-ка иди сюда, сучка. Иди сюда. Ты откуда такой взялся-то? Вот. А, оно само открылось, когда я убил всех. Да ты смотри, какие они гады крепкие-то, а. Я никогда не привыкну, что они такие крепкие. Они реально очень крепкие. Во. Сейчас, сука, разберемся. Ой, хорошо. Готово. После такого надо отдохнуть. Конечно надо. Только знаешь, боюсь, дружище, времени нет у нас для того, чтобы отдыхать. Вообще нет. А вот это есть на это время. Ну давайте, мои сладкие нацистские попки. Покажите, где вы прячетесь. Господа, это позор, если честно. Да? В каком плане? Как можно упустить безмозглого футболиста? Этот человек кумится над всем рейхом. Я хочу, чтобы стрелок Джо был здесь и в наручниках. Живо! Да вы что, издеваетесь, что ли? Не надо наручники на меня. Я не любитель вот этих, как бы, накажу-накажу. Зачем? Не, ну на самом деле можно, но не с вами, мужики. Вы что? Я таким не улетаюсь. Какие наручники? Идите-ка вы нахер. Нет, есть какая-нибудь фрау. Но они-то не фрау. Блин, ты смотри-ка, они похоже... Неужели и мне это грозило? Да. Я бы лежал на столе и ждал, пока меня перекроят в какого-нибудь монстра. Они здесь людей просто на части разбирали и, походу, реально что-то из них делали. Ты посмотри, какая гадость. Это... Вы уходите, если кровь подходит, они же у нас образцы крови брали, да? Как-то по ним что-то выясняли. Если, ну, как бы, здоровье, кровь, там, показатели, прямо то, что надо, подходят, они людей переделывали, видать, каких-то мутантов. Или что-то отрезали их, там, ну, для мутантов, опять же, какие-то части тел. Может быть, даже для этих самих солдат. На куски разбирали, там, органы и так далее. А если не подходят, они просто в камере чпонько и все, и готов, и до свидос. Жестко, сука. Записка Мэтце. Записка оберкоменданта Мэтце от 6 марта 1960 года. Продолжайте поиски талантливых спортсменов. Они нужны нам для экспериментов. Мы должны раскрыть секрет их генетических способностей и с их помощью создать идеального спортсмена. Пока что наши опыты не принесли результатов, но нельзя отчаиваться. Очень скоро мы узнаем тайну их недоразвитых генов. Обратите внимание на убер-кубок, особенно на Джо Сталлиона. В крови этого унтерменша наверняка что-то есть. Да, есть. Упорство и труд все перетрут. Вот что это, в первую очередь. Потому что гены это хорошо, но... Ух, сука. Но барбекю это всегда лучше. Вот, например, такое. Небольшой из нацистов. Так. Такая, знаете, гнетущая атмосфера начинается. Почти как хор. И тут... И тут... Херак, сука. Два зажаренных типа на тебя выскакивают. Так оно и бывает. Я! Если Аркутагин говорит я, пацаны, вам лучше бежать. Мой небогатый немецкий запас, он явно кончается. Если я говорю я, это значит... Это значит очень плохо, пацаны. Когда Аркутагин кричит я, лучше уходить сразу. Это значит, что он больше ничего говорит и, собственно, не собирается. Он будет действовать. Я! Вот так, сука. Ой. По-моему, тоже зажарило, да? Я, по-моему, даже в голову попал. Заходшотил. Подонка. Ой, бля. Душевно. Жалко, патроны кончились. В таких местах это вообще вещь то, что надо. А вот это я знаю. Ну, какая-то она вообще такая, какая-то, ну, не знаю, прямо вот. Ну, мутная. Мутная. Слабая какая-то пушка. Плохо попадает, плохо пилит. Я рассчитывал на больше. Когда впервые применил ее. Ну, туда можно, да? Да, в жопу мы сейчас туда не пойдем. Мы сейчас здесь вначале всех кончим. Или мы всех кончили уже? Во! Что там? Ну, ладно. Я понял. Собственно говоря, карты я практически не пользуюсь. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Да вы что делаете, мужики? Ну, так нечестно, сука, из-подтишка. А нет, ты смотри-ка, ну, это раз так. По-другому оно пошло. По-другому. Обычно как-то оно не по-человечески херово мочило. Просто дистанция большая была. Большая была, да? А нужна маленькая. Нужна маленькая, судя по всему. То есть, как я понял, это пушка ближней к дистанции. Потому что в прошлой серии мы... А оно не так. А вот сейчас так. Дышаем. Во-во-во. Он даже здоровяк потвердит. Очень даже неплохо. А я недооценил эту пушку, честно говоря. Вообще недооценил. Я был неправ, признаю. Во. Во. Вот это нормально. Ну, здесь оно совершенно по-другому себя показывает. Дистанции маленькие. Ноги более качественные идут. Я, честно вам скажу, ноги пойдут наикачественнейшие. Просто очень глубоко и надежно. Так. Понь. Так. И здесь так же и продолжим. Не хочу изобретать велосипед. Раз пошло, значит пошло. 200 патронов для такой пушки. Вообще замечательно. Так. Где-где-где-где-где? Вот. Ты смотри. Я не хочу эту пушку просто с собой буду таскать. Хотя, кто знает, может скоро не будет такой возможности. И что, что, что? А. Ну, сойдет. Я понял вообще, кроме как свободы, что-то немножко даже геймплей изменился. И похоже, парное оружие теперь будем чаще использовать. Ну, во всяком случае, у меня такое впечатление. Что придется чаще им пользоваться. Иначе никак. Иначе вообще никак. Иначе нагнет. А нагнуть не должно нас. Должны мы нагнуть. Классика, сука. Да. Что тут падает? Что тут падает? Шуршит. Куда забираться-то? И как забираться? Вот чем вопрос. Я ничего не вижу. То есть, может нам вообще не сюда? Может нам возвращаться надо? О, ты смотри-ка. Тут есть наверх, а есть вниз. А нам куда? А, все, понял. Я. Ну, вы поняли, да. Сейчас кому-то плохо будет. Да, в жопу, пофигу. Не нужен сталф. Не хочу сталф. И так нормально. Я вольф, сука. Ноги больно. Выхода, похоже, не было. Не было. Или все-таки был. Да нет, нет, нормально. Псины в ангаре подкинул. Выход там же обычный, где вход. Во. Ой, нет, бежать надо, сука. Сейчас уже не до шуток стало. Ну, да нет, потому что ты-то еще какая-то... Ох, сука, вот это вообще плохо. Да. Да. Наверное, 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 да. Ну-ну-ну, брось это. Так. Знаете что, наверное, на пролом я сейчас не пойду сразу. Давай. Раскидай это, сука, все. Ладно, пусть так будет, пофигу. Красавчик. Все, молодец. Блин, пистолет с глушителем. Нет, пистолет без глушителя. Блин, вот это до ше досадно. А почему я не могу сам улучшить ничего? Мне не дают улучшать, понимаете? Не дают. То есть как-то вот в этом плане не так хорошо, как я думал пошло. Улучшение только готово нужно найти. Мы говорим здесь от Ганслинга Джо. Ты не слышал, как он этот чувак видит? Правда. Мэтс. Я-я. Голова моя. Так. Чего у нас вообще там по оружию? Чего, какие у нас улучшения? Гивер вообще никакого улучшения. Пистолет тоже никакого. Пистолет, пулемет, магазин, да? Ручная граната. Ну, понятно. Более мощная стала. Лазер гивер. Хаммер гивер. Понятно. Ну, ладно. Пусть будет так, червы с ним. Как есть, так и есть. Плевать. Да-да-да. Я давно об этом говорил. Так. Ну, по сути-то... Ты все испортил, подонок. Бежим, сука. Я свалю, ну его нахер. Не, я не с этим свалю, конечно. Я вот тут буду сейчас ждать их. Так, отсюда они не пойдут точно, наверное, да? Или пойдут. Сука, как бы не ошибиться сейчас. Чтоб мне спины не зашли. Тут варианта... Бля, тут варианта три, на самом деле, да? Ой-ой-ой. Бля, на большой дистанции вообще ни о чем. Вот здесь классная пушка. То есть, только на ближней она хороша. Она реально хороша только на ближней дистанции. Ой. Комендант, сука, да? Ацессант. Ох, сука, нет. Бля, вот так рано или поздно меня просто в спину убить, и меня так загасит, блядь. Загасит по-любому. Готов. Тоже готов. Все. Можно уже не париться по этому поводу, потому что патроны кончились. Итак. Записку почитаем. Записка Мэнси. Начиная с сегодняшнего дня, вам запрещено сомневаться в успехах наших экспериментов. Понятно, короче. Во! Давай что-нибудь. И что? И что, лучше стало? Ну-ка, давай-ка глянем. А что это он поставил на пистолет? А, обычные и усиленные патроны, да? Более мощные. Хорошо? Нормально, мне нравится. Вообще хорошо. Слышь. Ой, душевно-то как. Нифига, там крупный калибр, сука. Да в жопу, сука, все равно валит там. Выхода, похоже, не было. Или все-таки был. Железные псины в ангаре подкинули мне безумную мысль. Мне тоже. Идеи вообще у тебя классные, кстати, здравые. Мне нравится. Не такая уж и безумная мысль. А что, похищаешь птину? Ставишь хэдшот на цисту? И же не удалось. Это же гениально, блядь. Это прям вот то, что я всегда и мечтал этим заниматься. Давай. Во-о-о-от. Самое главное. Где оно? Во, 20, 21. Отлично. Отлично, тут недалеко. Блин, опять придется правдать. А, здравствуйте. Готов, сука. Отлетел. Так, мы же здесь были Мы были в этом месте, ребят Помните? В этом В видении, так сказать, да? В эпизод мод 0 Мы здесь были Я хороший человек, ничего не знаю Вот Добрый и порядочный И отзывчивый, сука Не то, что вы Джо очень хороший парень Он спокойно своим делом занимался, спортом Никому не мешал, сука А вы начали эту бучу подняли Сами же негодяи Воооот Вообще успех. Душевно Давайте, ребят, я жду Нет, 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 сукан Ох ты уж, бля Едмический кебастас Пидорюга Да в жопу, бля Нет, пока надо ещё Вот этих гомосеков сейчас распауля А тех так лучше буду бить А, всё уже что ли? Уже и не надо, да? Уже никаких гомосеков-то и нет К жопу, сука Бля, мне так звук этого пистолета нравится С этим улучшением Прям такая мощь чувствуется душевная Хорошо, сука Да Все, валим нафиг Я решил вывести одну из этих собак погулять Красава, Бобик, давай Вот Сейчас пойдем погуляем Главное вот этого пидорюка заводить и все большого А этих-то мы быстренько сейчас Вот, я иду Куда тебе, родненький? Отдыхай Нифига подобного, я иду Да, сука Т-34 в бой Вот так, детка Вот так вот Бежим Как на курской дуге, сука Буду вас гусеницами давить Ха-ха-ха Да Так На, гады Ох ты, падла, смотри Лови, падла Вот так Это мое, сука Моя местность Сука Сука Это наша эстакана Ха-ха-ха-ха Да Валите к черту Упыри Да, жопа Устроить погром Устрою С огромным удовольствием Ладно Ну-ка, что, слезть мне надо или как? Я не очень понял, правда, честно говоря А, вот так, да, как-то? Натравив нацистское чудище на них самих Я ощутил торжество справедливости Мне начала нравиться эта псина Правильно Я даже подумал, не завести ли такую Да Но потом представил, как она плюется огнем в соседей И решил, что нам лучше расстаться Ну да, так себе идея Так, письмо бдительному жильцу Спасибо за то, что сообщили о громких звуках в квартире над вами Ее снимает местная театральная группа Которая готовит важный спектакль для оберкоменданта Спешу сообщить, что я лично обратился к гостям Предупредил их о необходимости снизить уровень шума В связи с этим вам нет необходимости обращаться в полицию У нас и без того хватает проблем Повторюсь, не обращайтесь в полицию По вашей жалобе уже придет эти меры Хорошо The good, как говорят, да? The good А Гитлер капут, сука Да Так Устроить погром Да это же вообще, как бы, самое приятное, что можно занять Вот Хэдшот, малыш Так Ой, 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 ой Я почти нашел повстанцев Безопасную гавань, чтобы перевести дух Ой Ой Сука, ну прямо Я не знаю, их голову идеально создана для хоть что-то, ребят Я даже, мне кажется, иногда я промахиваюсь А все равно пуля залетает куда надо Они как будто вот Как будто автонаводка, сука Вот, видите У них голову вшита, а им вот Только работает он немного не так Ты стреляешь, не попадаешь, а он доводит в голову твою пулю Ой Я, честно говоря, думаю, ему придется больше с пистолета гасить Не, ну пистолет вообще имба, ребят, согласитесь Пистолет что-то очень даже мощный Опять же с этим вот улучшением С этими улучшенными патронами, мощным, крупным калибром Моча, кто-то снизу такая штука Такой мощный стал, сука Это называется дульник Тормоз, нагибатор Вот так называется Тихо Мое Ой, че звук Это газ, что ли? Жупа А, нет, это вода Я уж испугался, думал, что это газ Надо подальше держаться Газ-то, если рванет Это, блин, мало не покажется Так Я Да Заргут Хэтшот Так, вопрос Погром-то погромом А куда дальше нам идти? Вот Нажимай Вот черт Джо Джо, ты чуть не пропустил прием Доктор сейчас тебя примет Родерек Мэтце Ну ты и сука Ты убиваешь американцев, своих земляков Где твоя совесть? Я скажу Где? Моих предков Унижали во время войны за независимость Я Итог тех унижений Когда пришли немцы Я понял, что они вернут белым людям закон и порядок Поэтому Ты здесь Раб Рейха Порядок восстановлен Как и репутация моей семьи Тебе есть что сказать Перед тем, как я тебя прикончу Раб Ага Где я раньше видел твою гадкую нацистскую рожу? Нет Знаешь что? Я не хочу марать свои руки Об этого нелюде Я даже не хочу давать ему шанс подумать Лучше ты убей его Тут-то я его и вспомнил Эти ледяные глаза Кривая ухмылка Мэтце тот самый нацист, который забрал моего отца Все хана ему Доступно Стрелок Джо Выпуск 2 Отлично В бегах Кстати Вот эта история Когда человек Переходил на сторону нацистов Ввиду каких-то исторических событий Причем по собственному желанию Реально имела место Дело в том, что Среди нацистов В вермахте Да, собственно говоря В вооруженных силах Нацистской Германии Служило много русских Без шуток Кто это были? После революции Беглая аристократия Особенно офицеры Велики так называемые Да То есть Служащие Имперской армии Русской Которые вследствие революции Потерпели поражение Могли быть Соответственно Казнены Либо не хотели служить Некоторым предлагали Служить новой власти Они убежали И укрылись В том числе и в Германии Многие И вот Во время Правления Адольфа Гитлера И по ходу На Советский Союз Они были офицерами Да В нацистской армии В армии Рейха В Вермахте Такие дела Так что Сука Нагиб Нагиб Таких хватало И вот Тоже тут Кто-то считает Что История несправедива была К его семье И он решил Вот Такие крайние меры пойти Негодяй А Ганслингер Джо Стрелок Джо Мне реально понравился Такой мужик Сука Кремень Ну спортсмены Че они такие Вообще Как бы Духовитые Молодцы Леди джентльмены Другие подруги В следующей серии Будем в бегах С стрелком Джо Вновь Нагибать Нацистам Если Все это безобразие Которое здесь творится По каким-то причинам Ну я не знаю Ну вдруг Вам нравится Ставьте лайки Яйки чешите Вот это Часотяки Это просто Самый Обязательный элемент Вступайте в нашу армию И конечно же Нагибайте все Увидимся с вами